здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас 53 уроке видеокурса уникальные виджеты adobe muse в этом уроке я хочу показать просто удивительный уникальный виджет который позволяет через заданное количество времени отображать кнопку где вы сможете разместить какую-то полезную информацию то есть полезную ссылку например для скачивания чего-либо вот сейчас вы видите кнопочка появилась и она работает перебрасывать на тот адрес который я указал и после каждой перезагрузки страницы она срабатывает вновь здесь можно указать минуты секунды где это может пригодиться и вообще для чего это нужно обязательно здесь должен быть какой-то предварительный текст интригующий если вы что-то возможно продаете через лендинг и например как бонус вы хотите подарить какую-то я беру к примеру книгу и тут можно написать то есть любой текст книга будет доступна для скачивания и через не советую ставить больше 60 секунд это очень хорошо подойдет для накрутки поведенческого фактора если кто меня понимает это для seo чем больше человек пробудет на вашем сайте тем лучше для вашего сайта и почему 60 то есть минута если минуту хотя бы проведет вот это именно опция позволит задержать человека каждого который к вам зайдет на минуту это уже очень хорошо ну плюс конечно обманывать здесь нельзя и вы должны предоставить действительно что-то полезное иначе вам верить не будут давайте перейдем в adobe meuse и посмотрим настройки данного виджета изначально кнопку нас давайте посмотрим как выглядит я пока разместил ее наверх чтобы больше показать вам настроек здесь вот вы не видите вот здесь по-английски написано идут цифры это все мы будем менять и давайте раскроем настройки и посмотрим первое это айди то есть изначально предполагает то что вы сможете разместить на одной странице до нескольких таких кнопок меняя только вот этот индификатор честно говоря я пробовал менять два у меня почему-то на странице не работают дальше урал здесь нужно вешать урал тот который будет на ссылке то есть например это ссылка на облако для скачивания какой-то полезной информации дальше минуты то есть если вы сдаете минуты целые минуты до того как появится кнопка то вы здесь указываете сколько минут я вам посоветовал что здесь лучше минуты не ставить достаточно поставить здесь 60 секунд ниже дальше separator от разделитель принципе оставляем как есть show минуты с show секунд из ну минуты не показы можно галочку снять то есть show это показать показать минуты показать секунды секунды оставляем показать а вот в этом поле мы пишем текст например ссылка будет доступна через и принципе там потом подставится секунды давайте напишем ссылка будет доступна после вот этого слова у вас будет подставляться время и после времени можно написать секунды вот ниже поле мы здесь пишем через 60 секунд то есть вот это слово она будет поставляться сам конце после времени дальше фон сайт в принципе но это понятно это шрифт дальше фонд сайт это размер нашего текста который мы вот здесь написали пишем например размер 30 побольше дальше если поставим здесь галочку болт это придаст жирность нашему тексту текст color соответственно этого для этого текста или вообще для всего текста можно задать здесь цвет так как мы размер увеличили у нас здесь буквы не влазит мы потом просто за маркирочки расширим виджет дальше смотрим настройки кнопки текст на кнопке можно писать например скачать паддинг это внутренний отступ для слова скачать оставляем как есть сейчас текст скачать он по центру кнопки все нормально фон сайт это шрифт для кнопки то есть для текста который на кнопке находится бутон позиция позиции кнопки принципе оставим по центру фон сайт это размер для текста который на кнопке но честно говоря почему-то я не вижу изменения размера я прибавлял у меня почему-то кнопка размер то есть не увеличивается и дальше также можно сделать болт это придать жирность тексту на кнопке дальше смотрим настройки текст color это цвет текста на кнопке то есть я беру ставлю свой цвет background color это заливка нашей кнопки меняю на темно-зеленый бутон бордер это рамка для кнопки один пиксель принципе оставляем и border color то есть этот цвет для рамки я выставляю свой дальше при наведении текст какой сменяет цвет принципе я не хочу чтобы он менял цвет при наведении я оставляю такой же hover background color это смена в заливке кнопки при наведении мыши в принципе оставлю такое сделаю чуть темнее а бутон бордер это в пикселях да то есть рамка у кнопки border color при наведении менять ли цвет у рамки принципе можно сделать сменялась и бутон радиус color да и скругленные углы кнопки я в принципе хочу чтобы она не имела скругленных углов поэтому оставлю 0 вот и все принципе настройки теперь давайте посмотрим что у нас получилось текст не влезает мы за маркировки увеличиваем виджет теперь текста связает ссылка будет доступна через 28 секунд и вот чтобы слова секунды не прилипала к нашим цифрам мы можем перед словом секунды поставить пробел и enter и давайте посмотрим в браузере и также здесь вот после доступно через после через можно поставить пробел чтобы было расстояние до секунд у нас с вами все работает посмотрим сейчас как появится кнопочка и у нас кнопочка появилась то есть смотрите вот расстояние вы поняли да так здесь не влезает сейчас я вам покажу вот здесь вот вы ставите пробел и enter чтобы было расстояние у нас между цифрами вот сейчас здесь есть расстояние и вот здесь вот в принципе и все настройки данного виджета используйте данный виджет с умом на этом здесь все и увидимся с вами в следующем уроке а